25 июля в Беларуси отмечается День пожарной службы. Праздник представителей, пожалуй, самой бесстрашной профессии. Благодаря их четким и слаженным действиям удалось спасти немало людей, оказавшихся в чрезвычайной ситуации. И сегодня рассказ о людях, которые по долгу службы и по зову сердца рискуют собственной жизнью, спасая других. Быть на высоте, в прямом смысле слова, приходится сотруднику пожарной аварийно-спасательной части номер один Александру Анаприенко. Ему поставлена боевая задача – в случае возгорания или другого ЧП забраться по многометровой пожарной лестнице к месту происшествия и прийти на помощь. В чрезвычайных ситуациях делать это приходится нередко, учитывая, что в Пинске масса многоэтажек и высоких зданий. Александр у нас является старшим инструктором-спасателем и находится на автолестнице. Автолестнице выезжает на все выезды в городе Пинске и ближайшие даже районы. Допустим, в столе нет автолестнице, он ездит даже туда. То есть вот его деятельность связана с постоянной работой на высоте. То есть он первый везде. Он и подача гнетущих веществ, и спасение людей – это вот его одна из направлений деятельности и работы. Александру и его коллегам приходится спасать людей из разных чрезвычайных ситуаций. В том числе помогать им выбираться из покореженных машин. Как раз в подобной операции он участвовал в этом году. Вызвалял из машины участника дорожно-транспортного происшествия. Сложнее, конечно, пожары спасать. Минимальная видимость, большое задымление. Также включенный, ну, как бы, звено газет включенный в аппарат. Это лишний вес, ну, всего этого оборудования. Ну, как бы, опять же, сложность помещений. Не знаешь, куда ты заходишь, какое расположение, там, комнат, там, или подвал. В день пожарной службы Республики Беларусь руководство Гручаес приняло решение поощрить спасателя на приенка. Ведь Александр, выполняя свои профессиональные обязанности, вынес не одного человека из огня. И коллеги, и руководство характеризуют его с самой лучшей стороны. Что можно сказать о человеке, который дорожит своей профессией, человек, который не жалеет себя, грамотен, профессиональный работник. Перевелся он нам, простым пожарным, буквально через полгода был назначен на должность старшего инструктора-спасателя данного подразделения. Участвует во всех мероприятиях и спортивных. По тревоге он один из первых пребывает в нашем подразделении. Побольше, конечно, таких работников. В Пинском подразделении я уже четвертый год. Пришел я и перевелся из другой области, из Витебской. Там отработал уже тоже около четырех лет. Город понравился, да, хороший климат получше, чем в Витебской области. В общем, здесь потеплее. В Пинский Гручаес меня устраивает, коллектив хороший. Приняли на ура, все отлично, никаких проблем. Конечно, и многие другие спасатели Пинского Гручаес заслуживают не меньшей похвалы, чем Александр, говорит Николай Титов. Это профессионалы своего дела. И все они осознают, что являются частью одной команды, которая днем и ночью должна стоять на страже безопасности людей. Нам есть чем гордиться. У нас есть ребята, которые достойно представляют наш отдел не только на областных, но и на республиканских соревнованиях. По специальностям, профессиональным специальностям у нас есть такой Кисель Руслан, Хвостюк Артур, Клитеница Александр. Это те люди, за которых не стыдно на уровне республики. Кисель Руслан – второе место в республике среди спасателей. Клитеница Александр – лучший начальник дежурной смены в республике. В городе с начала года произошло 16 пожаров, на которых погибли два человека. На пожарах и в ДТП удалось спасти 6 человек. Несмотря на постоянную профилактическую работу, регистрируется рост количества пожаров. Вдобавок к этому, свои коррективы в статистику вносит и оперативная обстановка, которая зависит от самых разных факторов. Оперативная обстановка, жизнь диктует нам задачи. В последнее время много внимания нами уделяется на поиски людей в лесах, потерявшихся, заблудившихся в лесах. В этом плане мы шагнули далеко вперед. И технологии поиска людей и так далее. Кроме того, вы знаете, в этом году у нас был взрывной рост количества пожаров в экосистемах. Такого не было за историю 10 лет, а то и больше. Спасатели готовы в любую минуту прийти на помощь. И мы уверены, что профессионалы в случае чрезвычайной ситуации будут действовать четко и грамотно. Однако мы сами должны заботиться о своей безопасности и прибегать к помощи спасателей как можно реже. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...